Девушки отдыхают 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 КОНЕЦ 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 Обратите внимание, как она грациозна. Это Олечка Верейская. Верейская? Которая? Третья справа. Ах, талант! КОНЕЦ Между прочим, это наша дочь. Что? Замолчи, несчастный. Ну ведь... Тише. Извините, пожалуйста. КОНЕЦ 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 Кто тебя тянул за язык говорить, что Ольга наша дочь? А я и не скрываю. Наоборот, горжусь. Дома гордись, а не здесь, в театре. Я создаю дочери успех. Я притворяюсь поклонницей, чтобы возбудить интерес к ней, а ты снижаешь эффект. Наша дочь. Но ведь она же действительно наша дочь. Плановик несчастный. А почему же несчастный? Я очень хорошо разбираюсь в искусстве. Ты мне это говоришь. Я двадцать лет была на сцене. Я знаю, что такое карьер. А вот из-за таких отцов, как ты, гибнут такие таланты, как наша Олечка. Ничего. Бог даст не погибнуть. Олечка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 что вы опустите зонти смотрите стоило вам принести пальто как дождь кончился вам направо а вам направо и мне это правда честное слово смотрите а то я терпеть не могу когда говорят неправду все что угодно лучше только не а я все что угодно только не вру а ольга это ваша подруга да она вам а если бы я вас не встретил вы ушли бы без пальцов такой дождь ушел бы вы бы на моем месте поступили также почему ну подумайте наташа если бы вам три года тому назад предложили вы вернетесь в ленинград но будет лить дождь день и ночь целый месяц вы стали бы ждать зонтик алёша вы давно вернулись в ленинград только две недели вы были на фронте да я брожу по городу брожу в любую погоду я наслаждаюсь всем заново вот маринский театр адмиралтейская игла неба с кировским мостом смольный броневик ленина я хожу по набережным по проспектам мне хочется обнять каждого ленинград за то что они сохранили все это за то что отстояли город за то что простите я кажется я была такая же когда вернулась точно такая а вы видели на сцене нет не видел в антракте вспоминал что не видел а во время действия опять вас забывал поискать на сцене спасибо за правда но в следующий раз я вас узнаю среди всех я думаю следующий раз вы придете когда я буду танцевать спящую вот тогда вы не забудете поискать меня на сцене идемте дождь кончился нет еще он кончится тогда когда нам подадут карету это у вас после сказки чайковского такие надежды вероятно мне кажется что балет продолжается что музыка еще звучит и на площадь выплывают лебеди вы писали стихи но не печатал ни одного они совсем никуда не годились ага вот и карета кто был прав наташа пойдемте я вас провожу ну что же это вы так задержались а я давно приехала думаю уж не случилось ну что ну конечно по трамваю попали под автомобиль под трамвай не попали а вот с автомобилем целая история с автомобилем а новый знакомый наташа на спектакль опоздал номерок от пальто забыл в пальто чего ты смеешься хотел проводить наташу в автомобиле домой ну тебе всегда мерещится ты за нашу наташу не беспокойся ах я линдор друг тебе неизвестный тебе неизвестный но сердце мое полно только тобою пей пей миленький и надеждаю я у и это но что о окно Что хоть миг я увижу тебя Как? Наташа? Это вы? Я. А почему вы здесь? Я здесь живу, а вы? Я тоже. Давно? Всю жизнь. А вы? Только два дня. Наташа, до свидания, мне пора на урок. Я каждое утро буду петь вам серенады. Только не раньше шести. Ах, но любить тебя жарче, нежнее, да жарче, нежнее, А верю в целом мире никто не сумеет. Перегонитесь. Хорошо. Аполлон Владимирович, нельзя ли без нюансов? Докатился ты, Аполлон. Из первоклассного пианиста превратился в топера. Фатум. Судьба. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Что ты смеешься? Сейчас ты что-то вспомнила этого несчастного певца. Помнишь, без билета? Его зовут Алексей Озеров. И он не такой уж несчастный. Ах, вот как! Скажите, пожалуйста, урок выпускного класса не закончился? Звонка не было, значит, не закончился. Вроде бы. Я не про вас говорю. Неужели понять нельзя? Ну, учились сколько. Выпускные экзамены на носу. Ведь за один день, да что за один день? За три-четыре минуты все вот учение показать надо вот так. Тут ходит он, голубый малыш. Я могу идти. Я не про вас говорю. Взять бы метлу. Да по ногам, по ногам. Я не про вас говорю. Афаном Владимирович, вы знаете такого певца Озерова? К сожалению, знаю. Разве он плохой певец? К сожалению, прекрасный. А почему все к сожалению? А потому что человек, кроме голоса, обязан иметь хоть немножечко вот тугу. Не заметила. Я хочу, чтобы вы пригласили участвовать в нашей бригаде 13-го числа. Бесполезно, Олечка. Я ему предлагал концерты, очень выгодные, двойную ставку. Не идет, отказывается. Видите ли, ему еще рано выступать. А все-таки Афаном Владимировичу говорите его. Я хочу послушать его голос. Это мой каприз. Ваш каприз для меня закон. Хорошо, очень хорошо. Ольга Верейская. Ну, теперь не будет узнаваться. Пройдернули. Так и надо. Нечего сказать. Называется подруга. Неужели ты не могла на ряд коллеги доказать, что это безобразие? Что это просто возмутительно? Оля, ну ты же знаешь, что я не одна решаю. Ну, а если бы тебя вот так разукрасить, тебе бы это было приятно? Напрасно ты обижаешься на дружеский шарж. Дружеский шарж? Я буду жаловаться Вере Георгиевне. Я буду жаловаться, не советую. И не волнуйся так. Эти рекламные концерты давно мешали тебе серьезно работать. А, очень хорошо, что мы встретились. У меня к вам интересное предложение. Я знаю ваше предложение. Нет, не знаете. Сегодня особенно интересное предложение. Спасибо, не интересуюсь. Да погодите. Я к вам от одной из перпсихор. Самой прелестной. Как, разве она участвует в концертах? Ну, конечно. Хорошо, тогда я согласен. Так, запомните, молодой человек, 13-го числа, ровно в 9 часов, Дом культуры первой пятилетки. Хорошо. Но вы не подведете Аполлона и Валгина? Нет, нет. Честное слово. Да. Вот и она. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы меня узнали? Ну, конечно. А кого вы ждете? Да я... Понимаю, Ромео ждет свою Джульетту. Не беспокойтесь, мой друг. Она сейчас переоденется и выйдет. Ну, до свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Что ж вы так долго? А мне так хотелось вас видеть. Я очень рада. Наташа, вы опоздали на одну минуту, и я сделал большую глупость. Хорошо, что я не опоздала на две минуты. Алеша, вы мне очень нужны. А что такое? Идемте, я вам расскажу, в чем дело. Давайте ваш чемоданчик. Алеша, вы знаете, что у нас скоро выпускной экзамен? Да. На этом экзамене мне поручена роль Авроры из Спящей. Знаю. Откуда? Вы же мне сами говорили. Ах, да-да, говорила. Слушайте меня внимательно. Это очень-очень серьезно. Слушаю очень внимательно. Чем больше я работаю, тем больше мне хочется танцевать, а даже, помните, в четвертом акте? По-иному, по-своему. Совсем не так, как поставил Петипа. Это большая дерзость, да? Это очень хорошо, Наташа. Очень. Что хорошо? То, что вы ищете новое. То, что вы так горячо и так серьезно любите свое дело. Ведь это не дерзость. Это смелость, Наташа. За это я вас и люблю. И отношусь к вам с уважением. А с Верой Георгиевной вы разве не советовались? Нет-нет, я хочу показать Веру Георгиевну, когда все будет готово. Боюсь. Ужасно боюсь. А вы не бойтесь. О, не бойся, Калиночка. Простите. Что с вами? Опоздал на урок. До свидания. Постойте! Ваши ноты! Возьмите ноты! Здравствуйте. Здравствуйте. Простите. Можете сразу петь? Могу. Ромео? Нет, профессор. Провито? Нет, профессор. Я бы хотел спеть песню моего товарища. Песнь о победившем Ленинграде. Если позволите. Это интересно. Интересно. Прошу, пожалуйста. Здрасте, Ольга Александровна. Прошу. Мы пойдем на берег моря, К самой ясной синеве, Где волне высокой вторя Бродит ветер по траве И встает красивый молод Не найти его мирей Вовой славе светлый город Город юности моей О, гляди, как из тумана Выплывают острова И горит поутру рана Легким зла Легким злотом Нева Пусть несется песня следом Мимо каменный громад С новым счастьем И победой Снова славой Ленинград Великолепно И хорошо поете Хорошо, да Вы готовы и певец Можете участвовать В любом концерте Что, вероятно, и делаете В Тиховолку Но Ольга Александровна, Вы свободны Благодарю вас Но Свой театр Я бы вас не взял Нет Ни за что Садитесь Вы улицу Гоголя знаете? Знаю, профессор А большой дом Разрушенный немецкой бомбой? Знаю Поднимались туда Наверх На стройку Нет, профессор Подымитесь Я подымался Там свой тенор есть Его фамилия Кулагин Он каменщик Я полдня Стоял И смотрел Учился Кладки Но то, что он делает Так это же музыка И это искусство У него Целеустремленный Ритм Ритм Вот в чем дело Когда вы его увидите Передайте ему Привет От профессора Любомирского Я не понимаю Профессор Не понимаете? Жаль Очень жаль У вас ноты Это способ Показать свой голос И только А для меня ноты Это Душа человека Которая Поет о любви О любви К другу К женщине К родине А вы все Арии Все без исключения Сводите Только к воспеванию Самого себя И даже Когда вы поете Песнь о Ленинграде Вы кончаете тем Что слушаете Свой волшебный тенор А Ленинград Ленинград исчезает Исчезает бесследно Уступив место тенору Мне бы хотелось Чтобы вы Поняли не только то Что я вам сказал Но и почему сказал Милый друг И как сказал Я понял, профессор И не беспокойтесь Я не сомневался И не сомневаюсь А вот Чужие туфельки Топтать не надо А я слышала Как вы пели Наташа А Леша У вас чудесный голос Правда-правда Что с вами Вы чем-то расстроены Нет, почему же Профессор тоже похвалил меня Только закончил он Несколько иначе Он сказал, что я Словом, в свой театр Он меня не взял бы Почему Потому что я плохой певец Неважный певец Кстати, Наташа Вы можете передать Иволгину мою записку Могу Но ведь его увидите Завтра утром Конечно, увижу А вот ваш чемоданчик Простите, что я заставил Вас прийти за ним Я вас сегодня Одного не оставлю Я буду целый вечер с вами И, пожалуйста, не спорьте Ведь мы друзья лишь Друзья Наташа Вам не кажется Что сегодня В моем исполнении Чувствовалось Любование голоса Только говорите правду Ведь мы условились Не лгать друг другу Правду? Чуть-чуть, Алеша Самое мало Спину держать Спину Колено выше Колено, колено Берей, пост давай Так Ну, он меня поздно отпустил Нет, не поздно Ты виновата Спину надо крепче держать Потому и не получается Отдохните немного Потом позанимайтесь сами И завтра мне все покажете А вообще, очень хорошо До свидания Спасибо, Веркану Девочки Потрясающая новость На днях состоится Грандиозный концерт В честь Красной Армии С участием лучших артистов Ленинграда Вот попасть бы на этот концерт Да подожди Я еще не сказала самое главное В концерте примет участие молодежь И от нашего училища Тоже кто-то будет танцевать Не может быть А кто от нас? Ну, это еще неизвестна будет Отборочная комиссия Но я надеюсь Нет, не то Не то А вы разве смотрели? Ну, я всегда смотрю Я 50 лет смотрю Я помню, как было у главного балетмейстера Петипа А как было? Как было? Петипа что говорит? Вот принц Что ему надо? Чтоб ты его любила Вот он тебе и на рыбку ловит И туры крутит И вокруг пальца вводит Понятно? Понятно Да Какое же ты имеешь право Беспекрословное к нему На шею кидаться Ведь настоящая Спящая красавица Которая сто лет проспала Ведь она в последнем И он всегда Обязательно возьмет И отвернется Вот Аполлон Владимирович Дайте, пожалуйста Та-та-тай 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 Финал одаши Боже мой До чего ты дошел, Аполлон? Швейцар Под твой аккомпанемент Будет танцевать Спящую красавицу Очевидно В присядку Значит Ты будешь Принц А я Аврора И вот я Делаю кружки Вот как учил Петипан А Вера Георгиевна Запамятовала Ух, я тут с вами заговорился Аполлон Владимирович Да Кузьма, конечно Петипан А я чувствую в музыке Торжественность, подъем Совершенно верно А что если здесь делать Верхнюю поддержку Можно попробовать Сыграйте, пожалуйста Пожалуйста Я всю школу переверну Верхдном Но я добьюсь Чтобы наша Олечка Считалась самой первой Слышишь ты? Очень буду рад Только школу Для этого переворачивать Не надо Как ты сказал? Да оторвись ты От своих несчастных расчетов Речь идет о твоей дочери Ну кому что? Кому расчеты А кому интриги Слышишь? Сделать карьеру Своей дочери Он называет интригами Ну вот вместо турбины Написал интриги Я 25 лет была на сцене Я знаю, что нужно для успеха А я тебя каждый день прошу Не вмешивай ты, Олечку В свои делишки Успех, моя дорогая Достигается не интригами А талантом Да-да-да-да Талантом и трудом Этакая неблагодарность И ради этого деспота Я бросила сцену Принесла себя в жертву А он теперь собирается Погубить карьеру дочери Страдали Только вы один меня понимаете Аполлон Владимирович Да Вы аккомпанируете Олечки На отборочном концерте Я Так вот В ваших руках Судьба моей дочери Лидия Петровна Аполлон Иволгин Сыграет неподражаемо Субтитры создавал DimaTorzok Это же звезда Это будущая гель Очень, очень хорошо Алеш, вы волнуетесь? Я? Нисколько Волнуетесь? Но если волнуешься Только за вас, Наташа Простите Товарищи Озеров Сейчас ваш выход Прошу, прошу Прощайте Как в атаку Ни пуха, ни пера Наташа После Озерова Наш номер Ты не передумала? Нет, нет Будем танцевать, как решили Вся в цветах Полевая дорожка Вот и домик с вербою плетня Подойду я и стукну в окошко Он сегодня с нами Обязательно будет на концерте Ну, конечно Тише И родная Услышишь меня Знал я в годы военных скитаний Полыханий грозы Знал я в годы военных скитаний 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 Прекрасно пели, с большим настроением. Благодарю вас, профессор. Я много работал над этой арией. Я почувствовал... Вы сумели передать чувство вашего бойца, его радость. Простите, профессор. Наташа, танцуйте по-своему. Ха-ха, вот они туфельки. Субтитры создавал DimaTorzok. КОНЕЦ 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 По-своему сделала. Не как у Петипаха, а все-таки хорошо. АПЛОДИС КОНЕЦ 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 Ольга Верейская. Утверждены также танцевальный ансамбль Дома культуры имени Первой Пятилетки под руководством товарища Васильева. Абонон Владимирович, я буду дома. Зайдите за мной перед концертом. Если вы желаете, я к вашему служу. Наташа, успокойтесь. У кого не бывало неприятностей? Вот пьеса Чехова «Чайка» провалилась. Чехов. Наташа, Наташа, держитесь. Ну как вам не стыдно сдаваться раньше времени? Ну, мы ищем, они еще увидят, кто прав. Алеша, не оставляйте меня сегодня одну. Ну, конечно, Наташа. Вы же были со мной тогда, помните, после консерватории? Алексей Алексеевич, на минуточку. Простите, Наташ. Вы не забыли о концерте? Пора ехать. Какой концерт? А вы не получили мои записки с отказом? Разве Наташа вам не передала? Передала, но афиша была уже выпущена. Я не могу. Что? То, что слышите, не могу. Неужели вы не видите? Я вижу, что вы играете словом Аполлона и Волгина. Вы не уважаете публику Дома культуры. Молодой артист, окапризничаете, как старая Примадонна. Ну, подождите минутку. Видите ли, Наташа, произошло недоразумение. Что такое? Дело в том, что я занят сегодня вечером. Простите. Я не знала, что вы заняты. Я постараюсь. Павел Владимирович, отпустите меня. Я вас отпущу сразу после вашего выступления. Нет, сейчас. После вашего выступления. Ну, знайте. Алексей Алексеевич, мы опаздываем. Я очень счастлива. Вы так восхитительно пели, с таким блеском. Я вас буду называть просто Лешенька. Пройдемте в комнату. Спасибо, но я тороплюсь. Он торопится к музам. Так заходите к нам, дорогой, запросто. Ну, вот и я. Пойдемте. Заходите. Буду ждать. Заходите. Вы, Ренегат Владимирович. Аполлон. 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 Добрый вечер. Можно видеть Наташу? Простите, что так поздно. Наташу? Её ещё нет. Она же с вами ушла на концерт. У тебя же она может быть. Простите, простите. Что же это, а? КОНЕЦ Ну куда, молодой человек? Не разрешайте. Не полагайте. Куда? Куда тут нельзя. Нельзя. Лебедев. Коля. Лебедев, Наташа здесь? Нет, она не приходила. Мы сами её ждём. Значит, что-нибудь случилось. Она ушла вчера и не вернулась домой. Куда же она ушла? Куда же она ушла? Она ушла на нашу правду. Она на нашу правду. Я ушла на нашу правду. А что-нибудь случилось? Что это такое? Почему он нас волнует? Вера Георгиевна. Вера Георгиевна. Вера Георгиевна. Простите, но вы не правы. И комиссия... В чём не права? Кто вы такой? Это вы её довели. Вы поступили жестоко и несправедливо. Что такое? Здравствуйте, Лебедочки. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Все на месте? В субботину нет. Наташа не пришла. Вера Георгиевна, вы знаете, со вчерашнего вечера Наташи не было дома. Что-то случилось. Не было дома? Нет. Странно. Товарищи, не волнуйтесь. Мы о Наташе всё выясним. А сейчас давайте заниматься. Начнём с адажио. Встали. Аполлан, Владимир Владимирович. Пожалуйста. И... Ну, в чём дело? Простите, профессор. Пожалуйста, ещё раз. Я люблю вас, я люблю вас, Наташа. То есть, Ольга. Простите, профессор, но я не могу сегодня петь. Ну, а почему ты не пришла ко мне? Потому что... Потому что мне было очень тяжело. Вот и пришла бы раз тяжело. А то перепугала всех. И в школе, и дома. Из-за тебя какой-то сумасшедший по всей шуте. Дерзости всем говорил. Алло. Да, это я. Вера Георгиевна, Наташа не пришла. Ты скажи, что и дома её нет. И дома её нет. Ну, что же делать? А я вам скажу, что она-то делала. Идите заниматься. А Наташа сидит у меня. Да-да, у меня. Не волнуйтесь. Значит, ты думаешь, я наказала тебя за строктивость? За то, что ты танцевала по-своему. Да. Да. Глупёныш. Иди сюда. Ты танцевала хорошо. Вера Георгиевна. Очень хорошо. Вся комиссия была за тебя. Одна я против. Вы? Понимаешь, Наташа, настоящий художник всегда взыскатель. Понимаешь, Петипа создал некогда рисунок танца. Чудесный рисунок. Сколько замечательных балерин создавали в нём свой цельный пластический образ. Понимаешь? Понимаю. Но тебе тесно в этом рисунке. Ты хочешь танцевать сама. По-своему. Да? Да-да, Вера Георгиевна. Мне нравится твоя непокорность. Смелость в искусстве создаёт новатора. Но что ты сделала? Ты оставила всё по-старому, придумала в конце новый кусочек и считаешь, что всё кончено. Ну, что ты на меня смотришь, будто первый раз меня видишь. Нет, Наташа, так в искусстве не поступают. Создавай целиком новый замысел, новый образ. Помучайся над ним, отделай мне всё до блеска, до тонкости, каждое движение, каждую деталь, иначе не выпущу. Ты готовишься быть артисткой русского балета, лучшего балета в мире. Вера Георгиевна, ведь я почти всё и придумала, только не решилась показать. Наташка, умница моя. Что ж ты молчала? Ну, давай работать, показать, и всё. Вера Георгиевна, а кто этот сумасшедший? Какой сумасшедший? Ах, забыла, как его фамилия. Нака. Нака? Осетров. Нет, вспомнила. Озеров. Алёша? Наташа, что случилось? Куда вы исчезли? Идите к нам, я вам всё расскажу. Бегу! Наташенька, где ты пропадала? Что с тобой случилось? Ничего не случилось. Здравствуй, дорогая. Мы так волновались. Как жаль, что тебя вчера не было на нашем концерте. На каком концерте? В Доме культуры пятилетки. Ой, а моё платье не готово. Нет. А бабушка обещала. А она дома? Дома, в кухне. Наташенька, я вчера такой успех имела на концерте. А Озеров, он так спел песни, не градившего, заставили бессировать. Озеров вчера на концерте? Ну да, мы с ним были вчера так счастливы, нас без конца вызывали. Наташа! Ну и бед вы натворили вчера ночью. Вы нездоровы, Наташа? Я понимаю, приятнее, конечно, делись человеком радость, чем горе. Что такое, Наташа? Ну не настолько же, чтобы терять друга из-за каких-то лишних хлопков. О чём вы, я не понимаю. Вы бы могли предупредить меня вчера, что едете на концерт. Разве вы не знали? Ведь вы же сами передали Иволгину мою записку с отказом. Я не читаю чужих записок. А, вот и прекрасно. Теперь тебе он сам рассказывал о своём вчерашнем успехе. Но не буду вам мешать, до свидания. Да, Алёша, вы забыли вчера перчатку у нас. Пишите. Наташа, поймите, ведь... Зачем вы оправдываетесь? Что-то скучно у нас сегодня. Радио, что ли, завести? Весёленькое что-нибудь? Наташенька, скушай блинчиков с вареньем. Бабушка, как вы в ваше время считали? Онегин, он понимал Татьяну? Не знаю, что сказать. Надо дедушку спросить. Он у нас знаток по операм. Натаря. Николай Васильевич, Онегин. Причём тут Онегин? Ленской тебя к телефону просит, дружок твой. Что ему сказать? Он мне не друг, дедушка. Так и сказать прикажете? Да, и добавить, что звонить мне никогда больше не надо. Это что же, по-вашему, по-комсомольски дружбой называется? Какая это дружба, дедушка? Озеров плохой товарищ. А-а-а. Ну что ж, так и передадим. Онегин, Онегин. Ну что ж, Кутенька, не любит нас. Даже разговаривать не желает. Поедем, брат, в Свердловск, в оперу. Начнём работать. Постараемся забыть. Ещё до начала целый час, а ты уже одета, внукенька. Спасибо, бабушка. Хорошо? Вот если бы ещё сюда живой цветочек. Постой. На, моя милая, просили передать после спектакля, а я сейчас. Наташка, поздравляю. Сегодня наш спектакль. Мяу. Что с тобой? Что случилось? Мне нужно уехать на полчаса. Ты ж с ума сошла. Ведь ты ж сорвёшь спектакль. Наташа! Вы пришли проводить. Да, Алёша, я пришла. Прощайте, Наташа. Будьте счастливы. Вы уезжаете? А что же делать? Внученька, милая, что с тобой? Наташа, возьми себя в руки. Разве она сможет он с тобой в таком состоянии? Что с ней такое? Наташа, я тебе говорила, не уезжай. Это что такое ножевые картины? Марш на сцену. А вы можете пойти в зрительный зал. Наташа, что с тобой? Ты не можешь танцевать? Ну, тогда я отменяю спектакль. Нет, нет, Вера Гюридовна. Наташа, как ты смеешь быть несчастной в свой самый счастливый день? Наташа, тебя ждут сотни зрителей, тебя ждут товарищи, самое близкое сердцу, моя ученица. Иду, Вера. Иди. Ну, счастливо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. АПЛОДИСМЕНТЫ Тихо, тихо. АПЛОДИСМЕНТЫ Тихо, тихо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Тихо. Тихо, тихо. КОНЕЦ Дамы граждане, не разрешается. Ну, не нужно. Мне необходимо видеть Наташу Субботину. Наташу Субботину? Так она ж на сцене. Последний акт начался. На сцене? Да. Большой успех. Большой успех? Значит, всё хорошо. Спасибо. Спасибо. Да за что хоть заслуживать? Сейчас самая суть начинается. Фер, не волнуйтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ЕГОРОЙ ЖИМЕНТЫ СОВИСТМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!